садись татьяна я тебя хотела варанасе по о чем-нибудь поспрашивать но у нас какая-то гонка была думала вот вот нету никаких минут свободных хотела поспрашивать в поезде опять же странно что у нас не удалось но наверное нам хотели вот такой красивый вид на крыше мейн базара вивек отеля в спросить а что-нибудь еще какие-то тебя есть интересные истории ты красиво рассказываешь так коротко и ясно об индийских пуранах мифологии индийской есть история вернее вариант истории как вы спрашивали тогда про туласи туласи да вот про туласи я стала вспоминать и какую-то часть я расскажу но она довольно таки грустных туласи вообще все индейцы держат не в доме а держат на пороге дома вот такой маленький кустарничек это священный базилик я только я думаю что это не туласи но очень похоже вот в таких же растет вот туласи здесь где-нибудь есть богдан нет вот это похоже немножко на этот священный базилик мы просто хотим историю туласи ну вот папа запаху по запаху базилик но это наверное немного другой вот ник по запаху базилик смотри листочек потому что то есть это же священный базилик понюхал и они ему каждое утро и воду льют и вот но это он у них считается священная сестра саши даже один листик всегда кладет к себе бутылку с водой листик срывает тоже вода становится святая вот что ты знаешь про эту туласи история началась с гнева шивы шива прогневался и из его ума вышла энергия вот это его гневная она была очень такая обжигающая мощная сильная вот и все боги испугались сейчас произойдет что-нибудь нехорошее что-нибудь какой-то пожар или что и они стали эту энергию стараться направить куда-то чтобы ее погасить и они направили ее в океан эту энергию сгусток такой эта энергия попадает в океан падает к царю ну океана и из этой энергии рождается ребенок ребенка называют джалам ха мальчик вот так как у него не было матери вот а был только вот как бы приемный отец отец океан они решили ну шива и все остальные боги они решили ну как-то несправедливо что у ребенка не будет нормальной матери и тут же его вспомнил что там жила в этой местности одна очень благочестивая женщина у которой не было детей и она очень хотела иметь ребенка русалка она была русалкой и они пришли к ней и сказали вот мы тебя благословляем ребенком это рожденного из энергии бога силы она конечно была очень счастлива как ребенка звали и она стала ему настоящей матерью вот и выплеснула на него так сказать все свою материнскую любовь долгожданный ребенок у нее появился вот и он ее очень любил но так произошло что когда он был подростком она умирает он остается один вообще один теперь у него вообще никого не осталось вот и он попадает к осурам ну асуры демоны демоном в их царство и там он постепенно как бы приходит к власти и он он становится хорошим воином и он уже начинает задумываться а что это боги в общем-то захватили власть это несправедливо мы же асуры мы же не хуже джиланхар начал подбивать асуров на то чтобы выступить против богов так как он считал что они недостойные управлять миром вообще это несправедливо что почему всегда только боги управляют асуры никогда не достается вот эта вот обязанность управлять миром и среди асуров был очень могущественный асур один его могущество заключалось в том что у него была очень целомудренная жена туласи и туласи была настолько праведная правильная жена она несмотря на то что она была асуром и замужем за асуром она поклонялась богу вишну молилась ему каждый день и у нее были специальные четки так скажем намоленные которые защищали мужа от смерти и когда муж ее асур отправлялся на войну она всегда ему одевала на шею эти четкие эти четкие защищали его сам муж асур он не верил во все эти обереги ну сказал так ладно дорогая если хочешь пожалуйста можешь повесить на есть тебе так проще пожалуйста можешь на меня повесить эти четкие и все будет хорошо вот и они собрались на войну против богов произошло сражение они очень долго сражались боги с асурами но они не асура не могли никакой победить и боги никак не могли победить потому что силы были примерно равны тогда боги задумать что же делать тут они решили боги решили что придется применить какую-то хитрость потому что иначе никак силы не равны и и тогда вишну обращается к этому мужу этой тулусе и говорит ну что ж ты такой тебя спасает только защита твоей жены а сам ты вообще ничтожный ты не сможешь сражаться ты не настоящий воин постольку поскольку тебя просто всегда защищает вот это вот волшебные четки твоей жены тулусе ну и у этого асуры естественно ему стало обидно он сказал хорошо я буду сражаться без этих четок а он их снимает и бросает на землю они начинают сражаться и он естественно погибает вот все сражение проиграны холодный труп мужа приносит домой к тулусе а тулусе в это время пока идет сражение она все время в комнате для моления перед изображением вишну она молится чтобы ее муж вернулся с победой домой хотя он хотя у нас и тут приносит труп мужа погибшего в сражении она тогда вообще места себе не находит как же так приходит возвращается джеланхар начинает ее успокаивать она на него начинает ругаться как же так почему ты его не защитил но джеланхар говорит я ничего не смогу сделать потому что боги они вот такую вот сделал вещь они заставили его снять эти четки вот но она продолжает плакать и рыдать потому что она осталась вдова и получается что вишну оказался предателем бог которому она доверяла всю жизнь и она призывает вишну вишну приди я хочу с тобой поговорить вишну ничего не остается сделать он приходит к ней она вся в гневе в ярости в слезах и начинает его обвинять как как ты мог так поступить со мной почему почему ты допустил такую несправедливость ведь я была верной женой и теперь я осталась вдова как не как мне дальше жить почему ты не спас не защитил моего мужа что я сделала не так и и вишну говорит ты все делала правильно тулусе но твоя задача как жены не просто потакать мужу не просто выполнять его желание так сказать ты должна была своего мужа направлять правильной жизни даже и если ты могла вызвать гнев его тем не менее ты должна была ему указывать на его ошибки это обязанность жены вот от этого не сделала ты просто подчинялась ему ну вот это была твоя ошибка ну тулусе она она была очень расстроена она как-то не воспринимала это все и она проклинает вишну говорит раз ты так несправедливо ты со мной обошелся я проклинаю тебя хоть ты и бог но у тебя каменное сердце раз ты не можешь проявить сострадание ты тебя каменное сердце тебе будут поклоняться в виде камня ну вишну принял это проклятие и сейчас есть в индии вот такие черные камушки на некоторых ну как самопроявленные на некоторых из них изображение сударшина чакра на некоторых изображение это вот такое оружие до которым вишну вот вот на ход диск диск находят такие камушки черные природные на некоторых отображение стопы на некоторых вот это сударшин на некоторых там как бы изображение булавы его уже с головой почему же принцесса то превратилась в деревце кустик и вишну сказал хорошо я принял твое проклятие пусть так и будет но я на тебя не сержусь даже я даю тебе благословение такое что поскольку ты моя преданная и ты всегда мне верно поклонил ты всегда мне была верна и ты была верна своему мужу то в будущем своих после перерождения тебе будут поклоняться прежде чем мне будут поклоняться и ты родишься след в одной из следующих жизни ты будешь вот этим деревцем туласи и пока не принесут поклонение этому деревцу туласи то я не приму никаких поклонений а еще в одной в одной из следующих жизней я даю тебе такое благословение что ты родишься подругой радхи и мы знаем эту историю будущем когда вишну пришел как кришна вот у него была подруга радха а у радхи была подруга туласи и ее ну как она устраивала всегда между ними свидание у них же сложности были поначалу ее если вы заметите ну увидите в храмах там часто изображают их втроем вместе кришна радха и туласи она в зеленом платье часто у нее попугайчик на плеча сидит вот этот попугай с помощью него у них было налажено общение то есть ну как бы как все сложно телефонов-то не было смс-ок до смс-ок не было и в общем когда нужно было организовать им свидание то она посылала попугайчиков чтобы они смогли договориться вот ну поскольку вот в той жизни туласи осталась вдовой и она не видела смысла дальше жить вот она оставила тело то есть она приняла вот этот удар я оставил тело она не захотела жить без мужа ну то есть она так же как сати наподобие мистической йогой себя сожгла ну оставила тело оставила тело и все и вот в следующей жизни она родилась тем деревцем туласи какая красивая легенда но на самом деле я я я это вот вспомнила по кинофильму дэвон кедев махадев и когда я смотрела вот этот эпизод я вот прям вот рыдал как какой кинофильм ты смотрела сериал дэвон кедев махадев да дэвон кедев махадев он переведен на русский да 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 бог богов махадев это индийский сериал он вышел если я не ошибаюсь где-то 2013-2014 году сколько там серий ой там 840 серий и ты все пересмотрела ну да ой сколько что рыдала ты там там все так трогательно нет ну нет нет только над этим не везде не на самом деле вот он на меня действовал наоборот умиротворяющий да ну просто были отдельные эпизоды вот грустные когда вот так слеза наворачивалась на то что правда трогательно конечно трогательно там да были моменты сериал очень хороший мне понравился у меня его мама тоже посмотрела тоже 840 серий ну нет она по-моему не 800 смотрю там сделали еще какой-то сокращенный вариант поменьше а перевод делали группы там есть вконтакте они делали своими силами причем мало его на телевидении то в общем-то и не было у нас почему-то не дают права продажи как я слышала в интернете только можно посмотреть да в интернете вот он есть с русскими субтитрами с русским закадровым переводом есть уже сделали я смотрела когда с субтитрами то есть когда вот они появлялись делали накладывали русские субтитры и мы сразу же просматривали там обсуждали что-то и также то же самое как и махаммара здорово спасибо большое как раз самое самое место в индии рассказать такую историю коротко краткое содержание предыдущих 840 серий спасибо танечка огромное что-то